Здравствуйте! В эфире служба новостей. В студии для вас работает Александр Ширудила. Сегодня в выпуске. Рыбалки. Повышаться не будут. Энерготарифы для населения останутся на уровне 2016 года. Бесплатные квадратные метры уже совсем скоро. С 1 февраля 2017 года получить земельный надел на Дальнем Востоке сможет любой гражданин Российской Федерации. Сезон зимней рыбалки открыт. О том, какие опасности подстерегают бесстрашных рыболовов. Колыма за жизнь. На счету волонтеров сотни спасенных малышей. Весь 2016 год колымчан волновал вопрос выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня. А в преддверии новогодних праздников власти области объявили о снижении цены на электроэнергию только для промышленных потребителей. Для остального населения региона предполагалось в середине года увеличить стоимость 1 кВт-часа до 5 рублей 8 копеек. Подробнее расскажет Анна Корнетова. А уже начало 2017 года ознаменовалось радостной новостью для всех жителей области. На первом брифинге в этом году губернатор территории Владимир Печеный сообщил, что правительством региона было решено не повышать стоимость электроэнергии для населения. С 1 июля тариф останется неизменным. По его словам, основная задача властей по возможности приблизить стоимость электричества для всех групп потребителей. Предполагается уменьшить значительную разницу между предприятиями после выравнивания и физическими лицами, которые потребляют электричество индивидуально. Напомним, что на сегодняшний день стоимость 1 кВт-часа для колымчан составляет 4 рубля 83 копейки. Осталось ровно три недели до того момента, как начнется новый третий этап реализации программы «Дальневосточный гектар». С 1 февраля 2017 года получить земельный надел на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование сможет любой гражданин Российской Федерации. Подробности далее. За время реализации второго этапа было зафиксировано рекордное для региона количество заявлений на приобретение земельного надела. В связи с таким успехом программы власти области предлагают увеличить в несколько раз площадь участков. В двух районах области, помимо гектаров земли, их владельцы получают еще и денежную помощь в размере 30 тысяч рублей. Такие подъемные для участников программы, получивших надел в Хасынском и Ольском округах, решил выплачивать депутат Магаданской областной думы и предприниматель Александр Басанский. Напомним, что полученный участок земли владелец может использовать для постройки жилья, занятия сельским хозяйством, ведения бизнеса и туризма, строительства спортивных объектов и промышленных предприятий. Оформить заявку можно в бумажном виде в уполномоченном органе и в онлайн-режиме на сайте надальнийвосток.рф. А сейчас наш обозреватель Анна Корнетова расскажет о самых актуальных событиях в России и за ее пределами. Аня, тебе слово. Здравствуйте. О самых интересных событиях в стране и за рубежом, по данным информационного агентства ИТАРТАС, расскажем прямо сейчас. В Южноафриканской республике совершена неудачная попытка ограбления автомашины, вполне претендующая на роль самого глупого провала года. Сторож автостоянки попытался залезть в одну из машин, чтобы чем-нибудь там поживиться. Неловким движением злоумышленник запер себя в салоне, что не дало ему возможности скрыться. Житель чешской деревни поселил на своем приусадебном участке шестилетнего льва по кличке Ива. В администрацию постоянно поступают жалобы от односельчан по поводу его экзотического увлечения. Однако власти не могут предписывать, чем заниматься людям на собственных участках земли. В Китае молодой человек прыгнул с парашютом самого высокого моста в мире. Высота пролета составляет 565 метров, что соответствует небоскребу примерно в 200 этажей. По времени прыжок экстремала продолжался 71 секунду, а парашют спортсмен раскрыл на высоте около 205 метров над землей. Канадец получил штраф в размере 180 долларов за сугроб на крыше своего автомобиля. Как пояснил страж порядка, летящий на дорогу снег с крыши машины может создать аварийную ситуацию другим участникам дорожного движения. Тысячи туристов привлекает живописный замерзший водопад на западе Румынии. Фантастическим зрелищем застывших струй воды, переливающихся на солнце всеми цветами радуги, они могут наслаждаться благодаря низким температурам, которые достигают минус 15 градусов по Цельсию. На этом у нас все. Помните, новости ближе, чем вы думаете. Сезон зимней рыбалки открыли магаданцы. Бесстрашные колымчане, не внимая предупреждениям и запретам службы спасения, продолжают рыбную ловлю на опасно тонком льду. А ведь цена нескольких килограмм заветной рыбы может стоить жизни. Подробнее прямо сейчас. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Видимо, такой пословицы придерживаются местные жители, которые в очередной раз выезжают на лед на личном транспорте, несмотря на запреты службы МЧС. Бухта Нагаева является судоходной и выезд на лед в ее пределах запрещен. Также нужно отметить, из-за нестабильных погодных условий, ледовый покров еще не обрел достаточную толщину. На сегодняшний рейд направлен прежде всего на предотвращение возможных происшествий, связанных с провалами автотранспорта под лед в бухте Нагаева. Также рейдовые мероприятия проводятся в бухтах Гернера, в традиционном месте под ледом. Также на реке Ола. Неблагоприятные метеоусловия, отжимной ветер. И при работе ледокола существует большая вероятность отрыва ледового припая. Поэтому прошу просьбу воздержаться от выезда и выхода автотранспорта. От выезда автотранспорта на ледовый покров и выход людей также. Так, игнорируя запреты спасателей, колымчане продолжают из года в год заниматься зимней рыбалкой и выезжать на лед на автомобилях, совсем не принимая во внимание то, что почти каждый год происходят несчастные случаи, большинство из которых с летальным исходом. Многие берут с собой целые семьи с детьми, ставя на кон их жизни. Помните, что служба МЧС может только предупредить вас об опасности. Ответственность за себя и близких несете только вы сами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно обратиться по номеру 112. Также не стоит забывать, что по этому номеру можно обратиться даже при отсутствии сим-карте в аппарате. Василий Городичев, Евгений Титов. Специально для службы новостей. Новогодние празднества подходят к концу и у многих обладателей елки появляется проблема ее утилизации. Куда отнести отслужившее срок дерева, расскажет Анна Корнетова. Скоро Старый Новый Год, после которого магаданцы спешно избавляются от елок из веток сланика. Многие просто оставляют их возле мусорных контейнеров и превращаются дворы в кладбище пожелтевших и осыпавшихся елей. Позже зачастую их сжигают дети. А согласно постановлению правительства, разведение огня запрещено на расстоянии менее 50 метров до любых строений. За это предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей. Некоторые магаданцы предпочитают утилизировать новогоднюю красавицу именно таким образом, не донеся ее даже до мусорных контейнеров, нарушая тем самым правила техники противопожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Магданской области рекомендует распилить высохшую ель и сложить в мусорный контейнер. Вероятность поджога в таком случае уменьшается. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по единому номеру 112, для вызова пожарной охраны 101. Анна Корнетова, Константин Чехров, специально для службы новостей. В России более двух тысяч детей убивают до рождения ежедневно. Десятки тысяч женщин страдают от последствий абортов. В Магадане под началом русской православной церкви действует добровольческое общественное движение в защиту жизни и семейных ценностей «Колыма за жизнь». С начала 2015 года на счету волонтеров сотни спасенных жизней. Подробнее расскажет Тамара Кушнир. Трудно представить, что этот светлый взгляд мог не увидеть голубого неба. А улыбки этих младенцев не зажечь радость в глазах их родителей. Нет ничего ценнее жизни. Главный постулат и девиз общества – «Колыма за жизнь». В Магадане его организовали чуть больше года назад. За время работы волонтерам удалось спасти более 400 детей. В день памяти святых вифлеевских младенцев в Свято-Тройском кофедеральном соборе совершили молебен. А в крещальном храме уже на следующий день прошло таинство крещения детей подопечных движения «Колыма за жизнь». В всей Магаданской области участники движения занимаются благотворительной помощью, занимаются социальным консультированием в медицинских учреждениях, о чем уже есть договоренность в Министерстве здравоохранения. И вовремя помогают мамам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Принцип работы волонтеров прост. По статистике, более 60% женщин решаются на аборт из-за бытовых неурядиц или страха одной воспитывать ребенка. Волонтеры проводят беседы, помогают в решении тех или иных проблем. В случае необходимости к работе привлекаются практикующие психологи, специалисты по социальной работе и даже юристы. Каждый спасенный ребенок – это спасенная бессмертная жизнь. Тамара Кушнир, Евгений Титов. Специально для Службы новостей. 11 января заповедная система России отмечает свой вековой юбилей. Государственному природному заповеднику Магаданский в начале этого года исполнилось 35 лет. Впервые о его строительстве заговорили в 40-х годах прошлого столетия. Но Великая Отечественная война разрушила планы, и воплотить их в жизнь удалось лишь 5 января 1982 года. Сегодня заповедник Магаданский состоит из четырех участков, расположенных на большом удалении друг от друга. Они отличаются рельефом, климатическими условиями, флорой и фауной. Здесь гнездится птица удивительной красоты, занесенная в Красную книгу – белоплечий орлан, являющийся символом заповедника. Размах его крыльев достигает 2,5 метров, а в реках Яна и Челомджа расположены крупнейшие в охотом море нерестилища лососей. Сюда сложно добраться поблизости, нет населенных пунктов и дорог, но именно это помогло сохранить нетронутой суровую, но загадочную и прекрасную природу Крайнего Севера. Сегодня главной задачей работников заповедника является сохранить и приумножить природные богатства нашего края. Заповедная система, куда входит и заповедник Магаданский, она является живым организмом. Она дышит, живет, развивается, поэтому, естественно, мы чего-то ждем от будущего. Но это будущее мы будем делать сами, своими руками, и поэтому самое главное от нас сейчас – это делать свое дело качественно, каждому на своем рабочем месте. Внимание! Пожарно-спасательный центр Магаданской области предупреждает. В связи с неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линии электропередач и линий связи. Нарушениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и нарушением слабо укрепленных конструкций, в том числе рекламных щитов, а также обрушением снежных козырьков и сосулек. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля Охотского моря. А на этом у нас все. Оставайтесь в курсе событий, смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова